Владимир Владимирович, спасибо еще раз за Вашу презентацию и что уделили время ответить на наши вопросы. Матвей, вопрос будет очень простой. Почему Вы решили снимать новый документальный фильм именно об Англии? Почему об Англии? Ну, Вы знаете, наверное, это все-таки связано с тем, что меня Англия всегда привлекала. Но с самого детства мне мама читала книжки английских авторов, и Винни-Пух, и «Алиса в стране чудес», и «Легенды о короле Артуре», о Робин-Годе. Так что вообще Англия всегда меня привлекала. Ну и потом, все-таки, будучи французом, я, как бы сказать, не могу игнорировать Англию, поскольку эти две страны всегда воевали. Французы разбили англичан в 1066 году, и в течение довольно многих веков английская знать говорила только французский. Но с другой стороны, в течение Столетней войны полфранции принадлежала Англии. Там привлеченная очень сильная история. То есть Англия меня всегда привлекала. И когда возник вопрос о том, ну будем еще делать или нет, после Америки, Франции, Италии, Германии, то мне казалось, что вот как раз Англия, когда мы уже набрали опыт, и понимаем, как это делать, это будет здорово. И я ни одной секунды не жалею. Было здорово и интересно. А какие задачи вы поставили? Хотели бы что-то особое показать? Вы знаете, задача у нас всегда одни и те же, вернее у меня. Это показать страну и людей в ней живущие вот такой и такими, как есть. Вот это никакая не пропаганда, это не туристический фильм. Это попытка просто вот раскрыть эту страну. Вот какая она, чем она дышит, что это за люди ее населяют, какие они. Реально, чтобы получить какое-то впечатление не, как вам сказать, не формальное, не научное, а вот как жизнь есть. Вот, собственно, и все. Потому что мне кажется, что это вообще всем нужно. И в частности, в жительном России, представлять себе окружающий мир. А то ведь мы живем такими странными представлениями о других людях. Вот спросить там русского, а каков англичанин? Он тебя такой наболтает, что просто даже будет и странно, и смешно. Но это результат того, что они видят по телевизору, результат того, что пишут в газетах, результат каких-то существующих, я не знаю, предрассудков. И мне хочется с этим как-то вот побороться с помощью вот таких документальных фильмов. Говоря об англичанах, что вам больше всего понравилось или может быть удивило англичан? Были какие-то моменты? Вы знаете, я не могу сказать, что удивило, но просто были вещи, которые я себе представлял, но когда я их увидел, они были очень усилены. Чувство собственного достоинства, чувство уважения к другому мнению, деликатность. Причем, конечно, мне могут сказать, а как вот эти английские футбольные болельщики? Да, и это есть. И надо сказать, что я не представлял себе, насколько гигантский разрыв между, так сказать, высшим классом и низшим банком. То есть, есть и негативные вещи. Но вот то, что я рассказал уже в отношении того, что вот мы сидим, снимаем сцену в парке, и много других людей там, кто ест, кто загорает, кто что, и никто не подходит. Но в любой другой стране, увидели бы кинокамеры, ну сразу бы толпа была ни одного человека. Вот эта вот деликатность, это уважение того, что называется privacy, она меня совершенно поразила. И потом, вы знаете, конечно, мы все наслышаны в английском юморе, но одно дело быть наслышанным, а другое дело просто попасть в это. И это постоянно. Это просто как такой постоянный фон, и, конечно же, умение над собой почутить, невероятно привлекательная вещь. Так что, я просто многое всегда узнал, и, пожалуй, что гораздо больше со знаком плюс. Владимир Владимирович, а кто из ваших собеседников произвел на вас наибольшее впечатление? Ну, вы знаете, не один человек, было несколько. Ну, может быть, ну, может быть, бывший посол Великобритании в России, значит, фамилию я, к сожалению, как раз запамятовал тот момент, который мне надо было вам сказать. Невероятно яркая личность, поразительно умеющая высказать свои мысли. Но вообще надо сказать, что англичане, по крайней мере, те, кто-то ходил в школу, очень хорошо говорят. Почти не употребляют слов-паразитов. Ну, как типа, как бы, они очень точно выражаются. И вот этот человек, может быть, я все-таки вспомню его, great sword, я вот, к сожалению, не могу вспомнить. Когда я ему задаю вопрос, а считаете ли вы, что вот то-то-то-то ему возможно? Вот другой бы сказал, считай, что это возможно. Или считай, что это невозможно. А ему ответ очень английский. Я не считаю это невозможно. Понимаете? И в этом есть прелесть совершенно. И вот умение так высказать мысль, что она совершенно ясна, но при этом не слишком категорична. Владение языком, конечно, это у них есть. Вот он произвел у меня впечатление очень сильно. Сникельфраг. Крисадзе. Крисадзе. Может быть, сам он. Интересно. Да, я слышал. И последний вопрос, Владимир Владимирович. Вы посетили огромное количество городов в Англии? Ну, не огромное. Ну, большое, так скажем. Ну, какое-то. А куда бы вы сами лично хотели бы вернуться? Было ли какое-то место, которое может быть неизвестно российским телезрителям, которое запомнилось исключительно вам? Вы знаете, я должен вам сказать, что те большие города, которые я посетил, скажем, такие как Манчестер, или Ливерпуль, или Санкт-Петербург, мне не особо понравилось. Прайд был очень симпатичный город, но он очень маленький все-таки, понимаете? А я человек, ведущий большие города. Я очень хотел бы поездить еще раз в Англии, потому что, ну, есть такие маленькие, знаете, ну, как, почти что деревни, скажем, лауэр слауэр, апрэр слауэр, старинные дома. Это для туристов очень симпатично. Там можно прожить три дня, но после этого там дело вечером. А в этом смысле, конечно, Лондон, это Клавис. И может быть, больше, чем какая-либо другая столица, из мне известного, это столица, в которой, по сути дела, можно найти все ответы, или почти все ответы на то, что такое Англия, никуда не выезжая. Потому что, поскольку Лондон состоит из множества маленьких городков, то даже есть такие места, где вроде бы ты не в столице, а вроде ты в таком небольшом городе, и по-другому люди общаются, и у них садики, и все такое прочее. Поэтому я все-таки патриот, теперь я стал патриотом Лондона, хотя, конечно, вот очень красивая страна. Она ведь небольшая, и тебе кажется, что, ну, там будет кругом дома, дома, дома. Так нет же. Когда ездишь по Англии, по этому острову, то очень есть большие широкие просторы, и необыкновенно красивые. Она очень зеленая, очень зеленая. И в этом есть какая-то тайна, и какой-то особый шарм. Все-таки, вот как англичане говорят, green England. Не red, white and blue, а green England. Я вот очень хорошо это понимаю. Продолжение следует...